Девушки отдыхают Ворту нашего славного дракара Мирового океана Мы на дне селедки А значит это мой рыбный день Ну рыбный день конечно твой Но какая рыбка то без пива Дорогие друзья Сегодня мы с вами найдем все самое вкусное И славное на празднике День селедки Который проходит у нас уже Прости господи в 14 раз 14 Более того качество пива проверять будем На динке Так что в конце дня Если лежит хорошо под каким-нибудь столом Значит пива было У нас еще есть огромное количество музыки И сегодня с этой музыкой мы тоже будем знакомиться Для начала пожалуй Товарищ диджей Болтачев У нас здесь такая ретро площадка Танцевальная 80-е, 90-е, кусочек 70-х Сходим в гости Побеседуем Пойдем потанцуем Дорогие друзья Диджей Болтачев сегодня на сцене Если может так выразиться SRT 129 Это пожалуй тот первый случай Когда палуба судна превращается В диджеевский помост Что будем делать если публика просто начнет отдавливать себе ноги Я это только поддержу Замечательно, хорошо Как у вас настроение? Посмотрели уже селедочку немножко Да, я уже ознакомился Площадка в этом году По-моему увеличилась даже Увеличилась? Кто еще по какой-то причине Когда-то не попадал на день селедки Вы прекратите безобразием заниматься Здесь такая музыка Хотя бы ради этого Завтра, кстати Спасибо, удачи Удачи Ну что, Дим Путь за вкусной селедкой Вкусным пивом Глинтвеном, кстати Тоже есть Есть горячее пиво Короче, дегестируем все И ищем все самое вкусное Но приоритете селедка, конечно Сегодня я уже повторюсь Сегодня мой день Да, даже сегодня буду отрываться Да, меня бабушка учила не смешивать Поэтому только пиво Это замечательный пиар-менеджер Группы компании Табаско Евгений, расскажите, пожалуйста Вот все, что мы видим возле малой сцены Это плод фантазии ваш Ну практически Ну, в принципе, как бы с вашей помощью Я придумал между нами тает сельдь И группу и круг Кто пробовать, скажите? Скумбрия Прежде всего Лангустина Это мое изобретение Мне очень понравилась лангустина Спасибо моей жене Страганина 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 Выясняем Денеса, как правило, отвечает за еду То есть что самое Не врет, все врет Поэтому сегодня есть Ешь ты, а пью я Кусноту на Я не жадная Я же как обычно Лапша точно Огонь Пуснота Пока Дима трендит Я буду ездить Я смотрю на нашего оператора Вон кашляной исходит Зашло хорошо Да Ну, скажу вам Откровенно Почему Инесса занимается Сегодня Вкусными Едами По одной простой причине Это вкусно Это вкусно Еще когда мы только затеивали этот процесс Что на селедку мы будем делать такой репортажик Я предполагал, что будет катастрофа полная Но что такая Неожиданно оказалось очень вкусно Это прям круто Да Вроде бы рыбка Тут похрустывает А она такая вот хрустящая И сок прям внутри такой Блин, вот прям вот очень хорошо Очень, очень Замечательная абсолютно Держи оператор Девочки, спасибо большое Корюшка вообще просто огонь Очень, очень Вот, супер Ну что, отправляемся дальше Пришли Ищем Ищем самое вкусное Доехали таки до Вильнюса И вот прям здесь Та самая Та самая Легендарная Уха Ну что, оценим Из трески, судака И еще двух неопознанных сортов Рыбы на местном наречии Ну как, ну как, ну как Отстань, вкусно Ну просто у Димки есть Господи А уха действительно божественная Друзья мои Ну правда Ой, очень вкусненько Очень прямо так вот Сытненько Вау Так И тогда разговаривай Это Это что? Это Драничек А сверху на него Ты можешь положить Так Драничек С селедкой Тут все удивляются Но Так, ну-ка Ну-ка, ну-ка Давайте пробуем Так Так, друзья мои Все ради вас Все ради вас Это божественно О Это просто Смерть Ой, это прямо вот Уже только ради этого Нужно ехать В лицу Да И пробовать Все это Вы никогда Подобного Ничего не пробовали Я вам точно говорю Если я такого Не пробовал Вы точно Такого не пробовали Инесса Ты когда-нибудь Пробовала Что-то подобное Отстань Понял Отстань Отстань Да Не мешай Оооо Какая прелесть Главное, что это селедка, ребята, это в день селедки мы ее нашли. Ребята, я вас уволяю, сейчас такую селедку надо запить хорошим, литовским, домашним, непастеризованным. О, это вообще предложение, от которого нельзя. Я не могу этого указать. Это селедка? А у нас день селедки. Да. Ой. Ммм. О, такой жаркий день. Так много работает, ребята. Гаусырем, ну, вообще, на колес. Что бы Димка без меня делала? Ну, Илона, пусть ваш бизнес процветает. А главное, приезжайте. Что может быть лучше? Солнце, удобная лавочка, бодрящий кофе и байкать. Я именно сейчас понял, что после дня селедки Димке нужен отпуск. Вчера мы здесь намотали, ну, наверное, пару километров, да? Друзья, если у вас есть отличная идея провести сразу два дня селедки, вы ее бросьте прямо в зачатку. Мы просто в отрубоне. Сейчас немножко переведем дух и пойдем вперед. У нас впереди еще самое вкусное и самое веселое. А пока самое расслабляемое. Снято. Алексей Михайлович, скажите, а вы-то селедку нашли на празднике? Ну, самая вкусная рыба, которую я попробовал, это оказался черноморский лосось. А какой по счету праздник День селедки уже в вашей судьбе тяжелой? Моей тяжелой судьбе это 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, 10 праздник. Юбилей! Ну что, давайте переживем последний день. Последний день, он самый яркий. Состоялось, чтобы все были довольны праздником. Я думаю, что погода нам благоволит, настроение у людей должно быть хорошее. У нас там оно точно хорошее. А будет еще лучше. Хорошего дня! И до новых встреч! Посередине праздника селедки. Наша любимая рубрика «Нежданчик». Вообще не ожидали, но сюда по количеству собравшихся людей, здесь тоже вкусно, потому что здесь сыр. Яночка, вы профессионал в сырах. Так, мы смотрим, вот за очками закатываются глаза, вы просто не видите. Я специально прикрыла. Так, так. Я как мастер абсолютно закуски, естественно. Старкатирую факт. Сейчас будем белого венца, холодного. Есть еще и не, да. Ну что я могу сказать? Сейчас нам еще знаешь что? Это честно сыр? Да. Это прям... Соливочки сейчас. Сейчас мы попробуем соливочки. Это вот по чесноку, это круто. Очень мягко. Очень мягко. Очень мягко. И вот... Как обычно, пока Дима транзит, я... Ты ешь. Я расскажу, что ты ешь. Ты естественно. Так. Ой, спасибо. Нет, смотрите. Низненький. Вау. А? Мы же не жадные, мы всех угощаем сегодня. О, видите? Вот, пожалуйста. Вообще, за что я люблю... За что я люблю праздники Музея Мирового океана? За то, что здесь, как я и говорю, рубрика «Нежданчик» случается каждые полторы-две минуты. Что такое, мастер корюшки? Ой. Ну, а, во-первых, пахнет. Во-вторых, прям вот, да? Несмотря на то, что жарит, оно пахнет жареным огурцами. Парадоксальная вид, да? Корюшка пахнет огурцами. Корюшка хороша, маленечко недостойна, но нюансы. Ой, а мне так в самый раз, я сольку не очень. На вкусный соль, как говорится, товарищей вообще нету. Я к собаке перехожу. Я по корюшке. Мы еще у ребят попробуем селедку маринованную. Должно быть тоже вкусно. Так. Если вы помните, вчера мы в группе компании Табаско пробовали строганину. Мы ее нахвалили со страшной силой. А сегодня мы добрались до строганина бар. И вот сейчас прямо... С таким названием ребята должны явно переплюнуть цвет, ребят. Ну ищем во всяком случае. Пока лучшая строганина там. Сейчас узнаем, насколько интересная, креативная, вкусная строганина здесь. Так это все-таки креветка или все-таки... Это лангустин. Это лангустин что-то. Это лангустин. Это мы с строганилочкой, правильно? Моим. Захлебнитесь прямо сейчас. Дима, одевай перчатку, будешь. А вот медиа то. Я думаю, что к пиву у тебя очень хорошо вот эта штучка пойдет. А вот медиа то. Друзья мои, вы наверняка наслышаны уже, что многие серьезные бары. В день сегодняшний предлагают такую опцию. Приходишь, берешь какой-нибудь огромный бургер или что-нибудь такое мажущиеся и получаешь перчатки. Так вот, в последнее время мне с этим не везет. Ибо либо руку я себе отрастил огромную, либо перчатки пошли идти. Но факт, но факт, что эта перчатка почти подошла. Спасибо, почти подошла. Она гламурная, розовая, прям под рыбу. Прям под рыбу. Я забираю вот этот кусочек. Это у нас абсолютно вычищенная, чистенькая, без кожицы. Похоже на ставриточку. Да, очень похоже на ставриточку. Три, два, один. Странная такая история. Но вкусная жизнь. Сейчас я пойму, подождите. Сейчас. Нежный, нежный вкус. Нежный, нежный, абсолютно вкус. Ну, не селедка, слава богу, в данном случае абсолютно точно. Потому что у меня очень мягкая, ароматная. И фактура приятная. Мне нравятся фактурочки. Такая прям растекается по рту. А мы... Все. Вообще все прям. Вот все. Финал. Финал. Мы пришли почти в самый... Сдавнемся больше. Самый край вообще фуд-зоны. Дальше только развлечения, только счастье. Конечно, там есть еще военно-полевая кухня. Но она селедка и не богатая. Да, селедка и не богатая. Мы вновь в гостях у Литвы. И на самом деле здесь самая веселая площадка. Пока народ еще не раскочегарился, мы будем первые дать дерьмо. Мы будем самым. Мы уже поплясали немножко. И уже все, рыбы мы надегустировались, ребят. И сейчас будем дегустировать пиво знаменитое литовское швитри. Швит-турист. Что значит маяк, если кто-то не знает. Ну и заодно познакомимся с нашими гостями из Литвы. Руководитель всей этой компании среди друзей. Мерюс, чего у вас так тянет постоянно наш праздник? Вам нравится, честно? Да, честно, поскольку у нас праздник корешки уже... Ну, примерно мы ровесники. Да, у вас уже 14-й праздник. А у нас уже в Паланге 16 лет подряд праздник корешки. И мы, ну, как бы, очень рады. Это вот мы здесь совместно сотворяем чудо. Люди ходят вот сейчас и не чувствуют себя так, как будет чувствовать через один день. Они будут чувствовать, чего-то не хватает. Так было хорошо. Вот эта любовь и доброта, которые сотворяют праздники, вот мы и с вами и сотворяем. И мы рады, что уже 12 лет или 13 подряд мы уже здесь. И у нас есть возможность привезти самые вкусные, самые веселые вещи с нашего праздника корешки. Спасибо вам за дружбу. Спасибо, что мы учимся друг от друга. И, как говорится, дружба народов, дружба двух праздников усиляется. И мы чувствуем здесь уже как дома. И мы рады, что вот эта такая дружба уже внедряется побольше и больше. Вот этот праздник селедки уже легендарный. И здесь, как видите, приветы передаем всей России от Сибири, Дальневосток, Москва. Ну, что? Ну, пусть этот день будет ничем не хуже, чем предыдущий. Пользуясь случаем привет в Омск, в родной раз уже зашла тема. Мы сохраняем сердца все то, что сегодня здесь получим. Заланга любит Калининград. С праздником! О-о-о! Ну, на этой позитивной дайте, друзья, отправляемся на Лежаки подводить итоги этих дней. Вот. Ой, спасибо. 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 Итак, друзья, напоминаю тем, кто забыл, и рассказываю тем, кто не знает. Швиттурист, что в переводе на русский язык значит «маяк». Единственное пиво в мире, придуманное и рожденное рецептом женщиной-пивоваром, что уже как бы говорит о многом. Я пробую и рассказываю все, что по этому поводу ощущаю. Ну, как всегда, яркий хмельной. Вкус хмель ядерный, солод мягкий. Добрый, поделился. И вот, и вот, и вот, что с этим сделать. И снова победила дружба. Но, Паланга впереди планеты всей. Во всяком случае, пока. Я еще переосмыслю, и через часик уже буду готов сказать свой вердикт по поводу пивной насыщенности дня селедки. Другие селедки. Ой, ну, Паланга, поехали, что ли? Поехали. Да. Ну, Дим, помнишь, как мы хорошо дочитали? Лавочки были пустые, свободные. Можно было прилечь с кофейком. Все, лафа закончилась. Осталась только сцена, на которую мы сгромодились для того, чтобы сказать, кто же, по нашему мнению, самый вкусный, самый хмельной, самый веселый. И это несмотря на то, что праздник-то будет еще продолжаться. Но мы-то уже выводы сделали. Мы уже все попробовали, все выпили, везде посидели, побывали, послушали. И я не знаю, что скажет Дима, значит, мои фавориты, это вот, ну, без вообще, без вариантов, без всяких, это, конечно, драники с селедкой и суп из корюшки. Просто огонь. Пиво Швитуриц замечательное. Самая веселая площадка, это, конечно, наш диджей на носу с РТ вчера. Я скажу абсолютно уверенно в своих ощущениях. Безусловно, драники с неимоверной абсолютно какой-то вот салатной вот этой селедки, это лучше, что было. Самое неожиданное, самое вкусное, и самое селедочное, естественно, это на мой субъективный вкус. Ну, супчик там, это все хорошо, все остальное тоже интересно, замечательно. Поэтому по селедке, на мой субъективный взгляд, да, это, безусловно, Вильнюс. Что касаемо пива, а это мой профиль, в отличие, собственно, от селедочки-то. Вот, что касаемо пива, то, как это и предполагалось, собственно, Швитуриц и Паланга впереди планет всей. На втором месте сразу же после этого бельгийская история идет. Вот, где в Бельгии нынче пиво уродилось, да, да. Ну, и замыкает эту троечку, опять же, на мой вкус. Это прекрасная история в Вильнюсе, к сожалению. Жигалевское пиво. Отстало, уже не то. Уже не те же были, скажем прямо. Хоть оно и лучше, чем в бутылках в магазине, но это, конечно, не та история оказалась. И оптимальная версия, исходя из этого, получается, если мы берем драник, кладем туда селедочку, салатик вот этот, и берем с третьего места пивко у Вильнюса, получается прекрасная картина. Но лучше присадить к этому, да, Швитуриц, тогда будет замечательная история. Ну, на самом деле, ребят, как бы оно-то ни было, это наш субъективный взгляд, но мне кажется, что победила дружба. На самом деле, у всех вкусно, у всех весело. И самое главное, что вокруг мы видим довольные счастливые лица. Это было. Людям весело, хорошо, и, наверное, можно смело сказать, что праздник удался. Вот, в следующий день селедки мы снова будем все пробовать. Вдруг новые фавориты нарисуются? Ну, действительно, огромное количество всего нового, свежего в этом году. Печеночку подлечит. Да, мы к этому, к следующему году, обязательно постараемся привести себя в порядок. Ну, вы, друзья, в любом случае, приходите, пробуйте все, делайте свой выбор по этому поводу. Мы, конечно, эксперты, но только лишь для самих себя. Ну, а вам лишь маленьким ориентирчиком. На этом все. Все. Пока-пока. А-а-а! Опс! А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok